ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет ничего невозможного, в этом убеждены серебряные волонтеры. Несмотря на возраст, они живут ярко и активно. Даже молодые могут им позавидовать. Сегодня они пришли на первое занятие по классическому танцу. Под руководством профессионального хореографа разучили основные движения. Мы возьмем самые простые базовые основы, которые помогают для развития памяти, для развития координации и ориентирования в пространстве. Среди цветника из дам один кавалер. Станиславу Францевичу 82 года. Недавно он примкнул к рядам серебряных волонтеров, начал активно заниматься добровольчеством. Вместе с коллективом он пришел на занятия по любимым танцам. К классике мужчина относится с интересом. Танцы нравятся движения. Это же в танце выражать идею, какую-то мысль, какую-то суть события. Это же очень здорово. Это не каждому данному. В другую сторону. Раз, два, три. 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 Научиться танцевать и танцевать красиво где-нибудь – это самое, по-моему, самое прекрасное, что может быть. Поэтому я думаю, что мы обязательно… Это такой долгосрочный проект. Мы очень надеемся на это. И мы все выйдем отсюда звездами. По словам руководителя Одинцовского волонтерского союза Александра Якушевича, сейчас идет активное развитие досуга старшего поколения. Старшее поколение у нас постоянно принимает участие во всех акциях полностью. Начиная от гуманитарной помощи, заканчивая. Они вяжут вещи, которые передают в детские дома малобеспеченным семьям. Отправляют их в ДНР и ВНР. И зачастую им нужно отвлекаться даже больше, чем молодому поколению, потому что устают они больше. Благотворительная организация нуждается в поддержке. Они в поисках партнеров, которые смогли бы помочь в реализации различных проектов. Их немалое количество, ведь волонтерский союз не стоит на месте. Понимаю, что за эмоции человек получает в танце. Это совершенно другой мир, другая энергия. И когда я услышала о том, что планируется подобный проект, я, конечно же, очень захотела стать частью этого проекта и посодействовать всеми способами. Потому что, мне кажется, музыка, танец не имеет возраста. Потрясающие эмоции и отличная разрядка в один голос твердят серебряные волонтеры. Для них занятие в культурно-спортивном центре «Мечта» стало глотком свежего воздуха. Теперь они зарядились и вновь готовы к свершению добрых дел. Эмилия Арикелян, Ферид Харидинов, телекомпания «Одинцова».